МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В чем украинское бюро Интерпола обвиняет главный военный прокурор? Проголосовать безвизовый режим с Украиной призвали Европарламент к годовщине Евромайдана. Об этом заявили спикер Андрей Поруби и глава комитета по иностранным делам Европарламента Эльмар Брок. При этом Брок объяснил, что задержка предоставления безвиза была внутренней проблемой ЕС. Поруби передал Броку заявление от Верховной Рады по поводу завершения процесса либерализации визового режима. В понедельник правительство Нидерландов может предложить парламенту отклонить ратификацию соглашения об ассоциации ЕС Украина. Это произойдет в случае провала межфракционных переговоров, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рюте. Я напомню, что голландская оппозиция наставит на том, чтобы при принятии решения были учтены результаты апрельского референдума. Тогда голландцы проголосовали против ассоциации Украины и Евросоюза. По мнению Рюте, отмена ратификации будет ошибкой, которая подорвет единство ЕС. Нидерланды должны определиться с решением поддержать ли ратификацию соглашения до 1 ноября. Петр Порошенко наградил 109 украинских воинов, которые принимали участие в антитеррористической операции на Донбассе. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. 26 защитников отмечены наградами посмертно. Из них пятеро орденом Богдана Хмельницкого третьей степени, остальные орденом замужества. 83 военнослужащих, которые получили ранения, награждены медалями защитнику отечества. Все эти бойцы выполняли задачи в районе Зайцево, Авдеевки и на Мариупольском направлении. В Маринке, где не прекращаются обстрелы боевиков, весь сегодня ночью разрывались вражеские мины запрещенного калибра. Для местных малышей детский сад-убежище. Спустя полтора года после того, как помещение было разбито, здесь уже заканчивают ремонт. Но по-прежнему нуждаются в помощи. Какой? Узнавала Ирина Баглай. Хомячок вот это. Он особенно такой грустный. А еще я хочу сказать, что я знаю, что игрушки живы, потому что я видел. Пятилетний Владик с удовольствием рассказывает о своих секретах и друзьях игрушках. И совсем неохотно о войне. Когда стреляют ночью, я этого не слышу, потому что крепко сплю. Когда я буду сильно стрелять, то я словно лезу с водителями в подвал. А еще когда-то я спал в подвале. Мама там банки убрала и туда меня положили с одеялком. В Маринке выстрелы слышны и днем, но вопреки обстрелам родители каждое утро собирают детей в садик. Он утром просыпается, говорит, мама, давай в садик, потому что он без садика уже жить не может. Понимаете? Хотя бы на полдня. Мы настолько привыкли, что, я не знаю, даже когда стреляют ночью или утром, когда я вызываю в садик, она не обращает на это внимания. Поэтому как бы, ну и мне не страшно. Тем не менее, она меня поддерживает и подбадривает меня, что там где-то далеко. Главное правило здесь – война остается за порогом. Воспитатели стараются отвлечь детей и стереть воспоминания о бомбежках боевиков. Дети когда играют, вот иногда выстраивают ряд машин, да, и говорят, это блокпост, понимаете? А было занятие по грамоте и вопрос, что убить, да? Подбирают две слова до МННК, знаете, какой ответ? Беспилотник, наши дети. Поэтому, когда мы играем, мы не затрагиваем эту тему, мы играем, мы строим замки для принцесс, для игрушек. Полтора года здание детсада стояло разбитым после обстрела летом 2014 года. Вылетели все окна, буквально все. Здесь не было ни одного. Были пробиты крыша, при этом упали плиты на втором этаже. И снаряд попал на второй этаж в группу. Когда увидели вставленные окна, вспоминают воспитатели, радовались им, как дети. По просьбе родителей детский сад 8 месяцев назад открыли. Но работает он только до обеда. Из-за ремонта не могут открыть кухню. Да и одеваться надо потеплее. Часть окон до сих пор закрыты пленкой. Подготовились тут и к возможному обстрелу боевиков. Дома родители провели инструктаж. Ладно не паниковать, да, доченька, правильно? А в садике оборудовали детское бомбоубежище. Здесь кроватки для детей, одеяло. Вот, если вдруг прохладно, чтобы детям укрыться, чтобы не было холодно. Вдруг какие военные действия, и сразу сюда. Бывает и днем. Вместе с помещением в 2014 году снаряды разнесли в щепки, детские кроватки и столы. И теперь воспитатели просят о помощи. Средств на новую мебель у них нет. Надеются на волонтерскую поддержку. Кто чем сможет. На богорода машине! Ты приходишь по машине! Ирина Баглая, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности телеканал Интер. Министра обороны, так называемой ДНР, будут судить заочно. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Украины. Процедуры осуждения уже начали. Разрешение на это дал Шевченковский райсуд Киева. Правда, в ГПУ фамилии подозреваемого не называют. Его упоминают только как гражданина Икс, который в апреле 2014 года вступил в сговор с участниками массовых беспорядков в Донецке и возглавил незаконное вооруженное формирование. И напомню, что первым министром обороны, так называемой ДНР, как раз с апреля по мае 2014 года, был Игорь Хакимзианов. В мае он попал в плен к бойцам Азова, а позже его обменяли на украинских пленных. Главный военный прокурор Анатолий Матиос забросал громкими обвинениями сотрудников украинского отделения Интерпола. В эфире одного из телеканалов он заявил, что украинские интерполовцы делали все возможное, чтобы уберечь определенных людей от объявления о международный розыск. Для этого материалы дело просто не передавали в центральный офис Интерпола. За такие услуги полицейские получали щедрые вознаграждения от заинтересованных лиц, резюмировал Матиос. Также он пообещал, что в прокуратуре примут процессуальное решение по этому поводу. Правда только на следующей неделе. По делам Януковича Украина арестовала более 3 миллиардов гривен. И эти деньги должны были быть возвращены государству. Об этом заявил в интервью одному из изданий руководитель департамента спецрасследования генпрокуратуры Сергей Горбатюк. В частности, он сообщил, что его департамент обнаружил и заблокировал зарубежные активы чиновников времен Януковича на общую сумму около 255 миллионов долларов. А на счетах в украинских банках под арестом более 35 миллионов гривен, 15 миллионов долларов и свыше полмиллиона евро. Арестована и недвижимость. Это 64 земельных участка, более 200 зданий, 40 гаражей, а еще десятки автомобилей и яхты. Значатся в этом списке и картины, часы, золотые слитки, иконы, стоимость которых устанавливается. В городе Тольное Черкасской области может навсегда исчезнуть один из архитектурных памятников государственного значения – охотничий дворец графа Шувалова. Во время каденции президента Ющенко здание вошло в перечень объектов скандально известной программы «Золотая подкова Черкащины», которую свернули при Януковиче. На реконструкцию дворца были выделены миллионы бюджетных гривен. Да, вот только работы там закончились, едва начавшись. Подробнее о культурных руинах Станислав Кухарчук. В выходные ко дворцу Шуваловых просто не пробиться. Автобусы подъезжают чуть ли не каждый час. Да вот встречают посетителей когда-то роскошное графское имение разбитыми окнами и облезшим фасадом. Видите, даже и забором все обнесли. То есть он еще, наверное, не для зрителей. Ой, это, конечно, плачевное состояние. Но даже в таком виде замок, созданный датским архитектором, еще в конце 19 века влечет туристов. Экскурсии проводят местные сторожа. Видите, как вихна замурована. Там были ретерские доспехи. Через горящие на центральный вход выходят еще два балкона. Леплина в бараканском стиле. Константин часами может рассказывать туристам о графской усадьбе и ее истории. Имение пережило революции и войны. Но вот реконструкция стала самым печальным этапом в его судьбе. Согласно программе «Золотая подкова» Черкащины, графская усадьба должна была стать частью заповедника Трипольской культуры. В реконструкцию замка вложили не один миллион государственных гривен. Там должен быть наш музей, там должен быть и готельно-ресторанский комплекс, что я тут помню, для людей, которые будут заезжать и остановиться там. Программу свернули с приходом Виктора Януковича. В 2013 году суд передал замок в коммунальную собственность города Тольное. В областном управлении культуры даже вздохнули с облегчением. Уж больно много хлопот с этой «Золотой подковой» вышло. Ни один заповедник, ни один музей, который делся за государственные деньги, не дали эксплуатацию до сих пор. Ответственных за провал государственной программы областная прокуратура за эти годы так и не нашла. По крайней мере, комментировать дела, заведенные по «Золотой подкове» Черкащины там отказались. Да и замок на баланс городские власти Тольного взять не могут. Документы на него удивительным образом потерялись. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности, телеканал «Интер», Черкасская область. Украинцы продолжают с восторгом следить за процессом подачи чиновниками электронных деклараций. Каждый новый день приносит новые сюрпризы. Исключением не стала и суббота. Сегодня отличился замглавы фракции «Народный фронт», глава парламентского комитета Андрей Иванчук. Нардеп не владеет недвижимостью и не имеет банковских счетов. Зато может похвастаться тремя парами часов люксовых марок и держит дома внушительную сумму наличными. Под подушкой Иванчука 750 тысяч швейцарских франков, 600 тысяч евро, 500 тысяч долларов и почти 4 миллиона гривен. Конкуренцию представителям «Народного фронта» в любви к наличности может составить лидер молодой политсилы «За життя» Евгений Мураев, который в своей декларации указал миллион евро, 2 миллиона долларов и 18,5 миллионов гривен. Все в кэше. Впечатляющие суммы показал и главный фискал страны Роман Насиров. В кубышке чиновника больше миллиона долларов, полмиллиона евро и почти 4,5 миллиона наличных гривен. Иначе поступает с финансовыми активами глава Нацбанка Валерия Гонтарева. Дома чиновница денег не хранит, а вот на ее банковских счетах 2 миллиона в американской валюте. Сегодня ночью хакеры пытались вывести из строя сайт электронного декларирования. Около часа ночи произошла ДОС-атака на сетевое оборудование Нацагентства по предотвращению коррупции. Об этом заявила глава ведомства Наталья Корчак и объяснила, что из-за этого переписка с декларантами технической помощи горячей линии были заблокированы. Но уже через час работу интернет-канала Е-декларирование удалось восстановить. И пока чиновники отчитываются о миллионах под матрасом, в госстате о доходах рядовых украинцев. Их реальная зарплата в сентябре выросла аж на 1,2% по сравнению с августа. А за год оклады увеличились на 15%. Впрочем, растет и задолженность по зарплате. В прошлом месяце долги увеличились на 4% и уже почти достигли 2 миллиардов гривен. Более 10 тысяч представителей сельсоветов, местных депутатов, учителей, медиков, фермеров съехались в столицу на всеукраинское вече. Партия Батьковщина собрала представителей украинского села, чтобы решать, как поднять аграрную отрасль и улучшить жизнь простых людей. И уже сегодня представили программу развития. Приоритет это поддержка семейных ферм. В результате их количество может увеличиться в 36 раз до полутора миллионов хозяевств, уверена лидер Батьковщины Юлия Тимошенко. Чтобы достичь этой цели, предлагают предоставлять фермерам беспроцентные кредиты и привести их на единый налог с гектара земли. И при этом в Батьковщине настаивают на запрете продажи земли. Наш шлях – это формовать государственный большой ресурс земли. Отдавать при величезной поддержке этот ресурс фермерам семейным. А в Одессе виновника смертельного ДТП, которое произошло в минувшую среду, разрешил арестовать суд. Также наложен арест на автомобиль и оружие подозреваемого. Виновника аварии, к слову, до сих пор разыскивают. У полиции есть все его данные, кто он и где проживал. Я напомню, что водитель БМВ устроил аварию на улице Преображенской. На внедорожнике он врезался в Москвич, после чего въехал в остановку общественного транспорта. Тогда погибли два человека. И четверо получили серьезные травмы. Жуткое ДТП в Черновцах. На огромной скорости иномарка вылетела с дороги и врезалась в бетонный столб. От удара машину просто намотала на электроопору. В результате два человека погибли. Еще один в больнице. Водителю и пассажирам было около 16 лет. Выжившего парня пришлось вырезать из машины с помощью спецтехники. Сейчас он находится в реанимации, в тяжелом состоянии. Полиция устанавливает личности подростков и выясняет, каким образом. Несовершеннолетние оказались за рулем автомобиля. К слову, это уже не первое ДТП на этом участке дороги. Любители быстрой езды здесь часто устраивают гонки. Полиция пока не комментирует произошедшее. А в центре Киева сегодня развернулась настоящая баталия. Отношения выясняли сторонники и противники легализации марихуаны. Марш любителям и конопли толком провести так и не удалось из-за постоянных потасовок с конкурентами. К отправному пункту марша потянулись противники легализации. Закончилось все вмешательством полиции. Правоохранители задержали самых активных, агрессивных протестующих. Ими оказались представители партии Свобода. При этом полицейские изъяли у них муляж гранат и несколько дымовых шашек. После профилактической беседы задержанных отпустили. Пока в центре столицы свободовцы борются с легализацией марихуаны, Киев остался без оружия пролетариата. Знаменитую копию памятника авторства Ивана Шадра сегодня снесли, объясняя вандализм процессом декоммунизации. Сейчас на месте скульптуры остался только постамент. Об этом уже негативно высказались деятели культуры. В частности, художник Александр Ройтбурд пишет на своей странице в Фейсбуке, да ничего, кроме как бы, это помягче выразиться, историофобии и малограмотных дикарей, которые сегодня принимают решение. Пока булыжник. Молдова завтра будет выбирать президента для соседней страны. Это голосование без привлечения может стать судьбоносным. Почему так и каковы особенности президентской гонки по Молдавски, расскажут наши корреспонденты. Впервые за последние 20 лет президента Молдовы будут избирать непосредственно граждане страны, а не депутаты парламента, как раньше. Эксперты говорят, скорее всего, завтра ни один из кандидатов не сможет преодолеть 50% барьер, необходимый для победы, а значит, через две недели состоится второй тур. И уже называют двух кандидатов, которые продолжат борьбу в этой гонке. Это лидер партии социалистов Игорь Дадон и лидер партии Действия и Солидарность Майя Санду. Оба рьяные оппозиционеры сходятся во мнении, что власть в Молдове узурпировал олигарх Владимир Плохотнюк и из-за этого страна погрязла в коррупции и нищете. Но вот кардинально расходятся у кандидатов геополитические предпочтения. Дадон за сближение с Россией, Санду за евроинтеграцию. Соцопросы показывают электоральные настроения. Примерно 60 на 40 в пользу Дадона. Эксперты объясняют, почему так. Идея про европейскую интеграцию здорово дискредитирована результатами нынешней власти, которая называется проевропейской, но многие годы занималась совершенно противоположными делами. В то же время, куда сдвинется стрелка барометра во втором туре, сказать пока сложно. На улицах люди активно обсуждают, что будет, если победит Дадон. Ранее он заявлял, например, что станет добиваться отмены соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Но аналитики говорят, скорее всего, это просто предвыборная риторика в угоду пророссийскому электорату. Ведь если реализовать такие планы, Молдове не избежать потрясений. Восстанет самая активная часть общества. И тогда нас ждет Майдан, а Дадона – судьба Януковича. В этом случае, действительно, Янукович войдет в историю, как человек, который дал пример, как не делать глупости, чтобы не возбудить против себя всю страну. Сегодня, в канун выборов, в Молдове день тишины, поэтому сами фавориты президентской гонки от интервью отказались. Но вот что они говорят в своих предвыборных роликах. У Майи Санду минималистичный антураж. Как президент я буду вашим голосом и оружием. Вместе мы избавимся от коррупции и воров. У Игоря Дадона яркий видеоряд с размахом. Я реализую программу экономического развития страны. Мы создадим новые рабочие места, увеличим поступление в бюджет. Стоит также отметить, что Молдова – парламентская республика. То есть, кто бы ни победил в гонке, полномочия президента ограничены. У него, скорее, представительские функции. Но даже с такими минимальными полномочиями новый глава государства может объединить вокруг себя людей, которые еще этой зимой протестовали на улицах Кишинева, и добиться досрочных парламентских выборов. И вот тогда Молдову ждут уже настоящие перемены. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал «Интер» Кишинев. Исключить Хиллари Клинтон из президентской гонки предлагает национальный комитет республиканской партии ШАМ, ссылаясь на новое расследование ФБР об использовании Клинтон личной электронной почты в государственных делах. Республиканцы считают, что Клинтон следует дисквалифицировать, потому что должность президента предполагает постоянную работу со сверхсекретными документами. Сама Хиллари призвала ФБР обнародовать всю информацию из переписки. Американский народ заслуживает того, чтобы получать истинные сведения. Директор ФБР заявил, что не знает, насколько существенны электронные письма, которые он включил в свое послание Конгрессу. Я уверена, какими бы они ни были, они не изменят заключение ФБР принятого лета. И я не предстану перед судом. Новые обвинения, которые могут стоить победы. Очередная женщина заявила о сексуальных домогательствах Дональда Трампа. А теперь это мисс Финляндия. Все ли дамы говорят правду, а если нет, то зачем? Это им Дмитрий Анопченко о женщинах, которые называют себя жертвами кандидата. Он продавал именные духи, торговал под своим брендом дорогими рубашками и яркими галстуками, владел конкурсом красоты, вел реалити-шоу. Оставайся, Трамп, бизнесменом и телеведущим. Все заявления последних недель, разве что рейтинг бы ему подняли. Но с кандидата в президенты спрос другой. Вот бывшая первая красавица Финляндии Нини Лаксонен вдруг вспомнила, что в 2006-м во время конкурса «Мисс Вселенная» Трамп перед выходом на сцену положил ей руку на ягодицы. Почему она 10 лет молчала, девушка не говорит. Но ее имя пополнило список тех женщин, которых в прессе, по аналогии со знаменитым фильмом про друзей Оушена, уже прозвали 11 подругами Трампа. Что же их объединяет? Пенсионерка Джессика Литц, фотограф и бывшая модель Кристин Андерсон, бывшая соратница Трампа Джилл Харт и бывшая мисс Юта Темпл Таггард, случайная знакомая, инструктор по йоге, папарацци, секретарша, журналистка, незадачливая участница реалити-шоу, а потом еще и порно-звезда. Все они с разными вариациями рассказывают одну и ту же историю. Мол, много лет назад Трамп кого поцеловал без спроса, кого фреольно приобнял, кому якобы предлагал развлечься. Доказательств нет, свидетелей тоже, у многих даже адвокат один и тот же. Но Америка возмущена. В команде Трампа есть своя версия. Дамам просто захотелось славы. Мол, стоит сейчас сказать, что и ты от Трампа пострадала, сразу окажешься на первых страницах газет. Имя Дональда Трампа везде и так всегда было. И нравится он вам или нет, каждый знает, кто он. И люди пытаются заработать на этом капитал. Сам кандидат тоже говорит, дескать, провокацией. Ни одну из них знать не знает. И когда закончится кампания, будет с каждой судиться. Но обвинения сработали. На трассе в Орегоне вот эту автомашину попытались столкнуть с трассы. И все из-за номерного знака Трамп. Хотя для владельца это вовсе и не агитация, а его собственная фамилия. Под самим Трамп Тауэр в Нью-Йорке теперь постоянные митинги. То отчаянные домохозяйки, то придет двойник кандидата в его маске и с группой поддержки в полосатых купальниках. За все это время никто из журналистов так и не предпринял попытки разобраться. Кто из 12 женщин действительно когда-то пострадал и только сейчас решился об этом сказать? Кто пытается таким образом Хиллари Клинтон поддержать? А кто и вовсе рассчитывает на свою минуту славы или отступные от команды кандидата? Америка разделена и пресса тоже разделилась. Те, кто за Хиллари, женщинам просто верят и им не нужно никаких доказательств. Те, кто за Дональда, просто не верят и им тоже доказательства не нужны. Но из-за скандала рейтинг республиканца просел и значительно. А значит за 10 дней оставшихся до выборов, к команде из 12 пострадавших явно могут добавиться новые женщины. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Власти Германии против ранних браков. Министерство юстиции страны подготовило законопроект, который упростит расторжение подростковых семейных союзов. Речь идет о браках, заключенных за пределами Европы. Татьяна Лагунова подробнее. Немецкий закон предельно четок. Вступать в брак могут только совершеннолетние. В исключительных случаях можно на два года раньше, в 16. Если одному из будущих супругов уже исполнилось 18. И добро на такой союз дал семейный суд. Но тем не менее в стране сотни супружеских пар, которые в Германии пожениться никогда бы не смогли. Полторы тысячи подростков в браке. Третье из них еще не исполнилось и 14 лет. Большинство девочки, как правило, выходцы из Сирии и Афганистана. Все они вышли замуж на родине, а уже потом переехали жить в Германию. Это официальная статистика Министерства внутренних дел страны. МВД подсчитывает, Минюст думает, как защитить права подростков. В министерстве уже подготовили законопроект, который позволит быстро аннулировать подобные браки, заключенные за рубежом. Дело будут рассматривать в течение месяца для расторжения союза. Достаточно будет доказать, что одного из партнеров заставили вступить в брак. И ему некомфортно жить в семье. Ранние браки – это не единственная проблема, с которой столкнулись немцы на волне миграционного кризиса. 9 тысяч несовершеннолетних беженцев только в одной Германии числятся пропавшими без вести. Они приехали в страну, зарегистрировались и исчезли без следа. Где пропавшие дети, власти Германии не знают. Есть только версии. Оптимистичные – переехали в другие города или страны и забыли уведомить об этом миграционные службы. Пессимистичные – попали в руки преступных группировок, которые занимаются торговлей людьми. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникеенко. Подробности – немецкое. Бюро телеканала «Интер». В Испании открывают первый ресторан для нудистов, а в Батемале сегодня благодарят Святого Непризнанного Церковью. Самые интересные новости смотрите дальше в нашем международном обзоре. Космическое жилище. НАСА показала Международную космическую станцию изнутри. На 18-минутном видео в отличном качестве детали звездного дома на орбите. В нем пять так называемых международных модулей, а еще есть купол с огромными иллюминаторами, из которых астронавты ведут наблюдения. Время от времени на экране появляется схема, которая указывает, в каком именно месте МКС работает камера, снимающая этот видеоролик. Галышом и вверх ногами. Около 20 волонтеров в Мексике решились принять участие в инсталляции «В чем матера дела?». Американец Спенсер Туник фотографирует обнаженные тела уже не впервые, но поставил людей на головы только сейчас. Такая живая картина по замыслу автора иллюстрирует риторику кандидатов президента США Дональда Трампа. Случайно украденный автомобиль вернули с деньгами на бензин. В американском штате Орегон владельцы красного Субару уже подали заявление в полицию о краже машины, но на следующий день обнаружили ее возле своего дома. В автомобиле была записка с извинениями и объяснениями, что водитель перепутал авто со своим собственным, так как его ключ подошел и к чужой двери. К письму вор по неволе приложил 30 долларов на бензин. Сигареты в подношении святому. Тысячи гватемальцев отмечают языческий праздник в честь святого Мэшимауна, непризнанного католической церковью. Они несут в храмы табачные изделия, крепкие напитки и другие приношения, как благодарность за защиту бездомных, проституток, алкоголиков и торговцев наркотиками. Первый нудистский ресторан откроют в Испании. Там будут предлагать органическую еду и местные вина. На острове Тенерифе вдохновились ошеломляющим успехом подобного заведения под открытым небом в Лондоне. За три летних месяца его посетили около 50 тысяч гурманов без комплексов. В испанском ресторане, который откроют уже в январе в частном саду, будет 44 места. Бизнесмены все же надеются, что в их заведении люди будут приходить прежде всего ради хорошей кухни. Свой первый юбилей пять лет празднует сегодня футбольный стадион-арена Львов. Его начали строить с нуля в конце 2008 года. Но из-за хронических задержек и проволочек с проектом, Львов чуть было не потерял право на проведение матча Евро-2012. Все сроки сдачи объекта срывались, и город даже попал в черный список УЕФА. Однако стадион успели достроить и открыть 29 октября 2011 года. А уже в ноябре здесь прошел первый товарищеский матч сборных Украины и Австрии. Хотел бы вспомнить, как начиналось строительство стадиона, вернее, как шла подготовка к Евро во Львове. Это начиналось в марте 2010 года. Они взяли новую команду, которая достаточно быстро пересмотрела проектную документацию, построила стадион, и 5 лет назад он был сдан в эксплуатацию в торжественной обстановке. Футбольный клуб «Динамо Киев» попал в 20-ку лучших команд всех времен по версии влиятельного британского издания 4-4-2. Речь о команде середины 80-х годов. В 86-м подопечные легендарного Валерия Лобановского выиграли престижный европейский турнир Кубок Кубков. В финальном матче «Динамовцы» разгромили мадридский «Атлетика» со счетом 3-0. Всего в рейтинге журнала 50 лучших команд «Динамо» на 20-м месте. Наш эфир подходит к концу. Завтра в 20.00 не пропустите итоговую программу «Подробности недели» с моим коллегой Алексеем Лихманом. И вот коротко о чем пойдет речь. Жили бедно, хватит? Кабмин расщедрился на трехкратное повышение минимальной зарплаты. Выдержит ли экономика такую заботу? И почему пенсионеры остались на обочине праздника? Парад толстосумов. Сколько добра задекларировали украинские чиновники и политики? И в чем они любят хранить нажитое? Жизнь в долг. Сколько миллиардов просит Украина у Запада? И что обещает взамен? Врачи полетели. Почему украинские медики выбирают за границу? И когда дефицит кадров парализует отечественное здравоохранение? И это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Все последние новости вы также можете узнать на нашем сайте. Подробности Юэй. Хорошего вам настроения и приятного вечера. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин